В ближайшем будущем появится новая версия Гарри Поттера, но в этой версии ты сможешь иногда делать остановки и пройтись по залу, где они ночевали. Или, например, будет Кассабланка, в которой ты можешь прогуляться по кафе в ожидании того, когда туда зайдут герои и когда Сэм начнет играть. Всем привет! С вами подкаст «Так и будет». Я Данил Дугаев, и мы обсуждаем будущее. Как мы будем жить завтра, какими станут через несколько лет наши дома, одежда, музыка, школы, деньги, художники, космические ракеты и все остальное. Каждый выпуск нашего подкаста посвящен одной теме, и в ней мы разбираемся с помощью экспертов. Людей, которые уже сегодня делают что-то абсолютно новое, могут довольно точно предсказать, как выглядит этот уловимый мир будущего. Если вам нравится нас слушать, поставьте нам оценку в iTunes и напишите что-нибудь хорошее, так вы поможете найти нас другим слушателям. Этот подкаст мы записали вместе с брендом воды Smartwater. Она для тех, кто не боится нового и меняет мир прямо сейчас. И сегодня мы обсуждаем будущее кино. Останутся ли через 20 лет на свете кинотеатры? Или все будут смотреть фильмы, уткнувшись в телефончике? Что и как должен будет снимать Квентин Тарантино, поколение, которое сейчас уходит в детский сад еще? Возьмут ли в будущее кинозвезд или, наоборот, наш взор будут услаждать роботы и виртуальные копии Хэмфри Богорта и Риты Хэйворд? У меня в гостях сегодня обозреватель «Медузы» Егор Москвитин и фестивальный промоутер Анна Рутюнова. Привет! 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 Ну, расскажите немножко о себе, два слова. Как вы вообще относитесь к кино? Вам нравится? Сказать сложно, потому что это долгий путь к чему-то, что стало твоей, собственно, жизнью. Поначалу в моей жизни я очень любила смотреть кино для себя и этим увлекалась просто потому, что мне было интересно, когда какие-то люди, которых я даже не знала, на экране рассказывают прекрасные истории. А так я занимаюсь продвижением международных сериалов и фильмов за рубеж российских. Так, а мне кажется, что чем бы мы ни занимались и продвижением фильмов, и созданием фильмов, и рецензиями на фильмы, мы все равно занимаемся одним и тем же, и ключевая наша компетенция – это рассказывание историй. И от этого, как от такого самого страшного на свете наркотика, уже никуда не денешься. Так что я думаю, что с кино я на всю жизнь. Непонятно, как я с ним буду взаимодействовать, как кинокритик или как какой-то куратор, или, может быть, что-нибудь когда-нибудь напишу. Но это точно на всю жизнь, да. Ну, замечательно. Кино – совершенно гигантская тема. Давайте, чтобы растопить лед, как-то почитаем сначала нашего Салтыкова-щитарина от фантастики Виктора Пелевина. В его антиутопии «СНАФ», если помните, фильмы и новости вымерли, а осталось только нечто среднее, такие наполовину срежиссированные передачи, которые, собственно, и называются «СНАФами». Это 2012 года, роман. Древние книги говорили, чтобы попасть под власть кино, человек должен шагнуть ему навстречу. Он должен совершить действие, которое называлось на церковно-английском «Suspend Disbelief» – «Отбросить недоверие». Зритель как бы соглашался. Я на время поверю, что это происходит в действительности, а вы возьмете меня в волнующее и удивительное путешествие. Пока у магов древности была сила, все получалось, но потом общественный договор потерял силу и здесь. Почему? Люди разучились отбрасывать недоверие? Нет, появилась другая проблема. Когда они смотрели кино, им все сложнее становилось «Suspend Belief» – «Отбросить уверенность». Они даже на время не могли забыть, что все фильмы на самом деле рассказывают одну и ту же историю, как шайка жуликов пытается превратить с суженной расставчиками 300 миллионов в один миллиард, окуная деньги в сознание зрителей. Эта суть проступала сквозь все костюмы и сюжеты, сквозь все психологические и технические ухищрения магов древности, и все спонсируемые ими критические отзывы, и в конце концов полностью вытеснила все иные смыслы. Но это случилось не потому, что изменились фильмы, изменилась жизнь. Главный персонаж кино – одинокий герой, пересекающий экран в погоне за мешком Маниту – перестал выражать мечту зрителей, ибо такая мечта сделалась недостижимой. Ваша точка зрения, во что, собственно, превратится кино лет, ну давайте через 10 хотя бы? Фух, ну через 10 лет. Во-первых, кино, мне кажется, сильно не изменится, потому что количество проданных билетов не меняется с 60-х годов, что бы ни происходило, появилось телевидение, и вот тогда произошел резкий спад. Но после этого появлялись ведь и видео, и игры, и порнография, и что угодно, а билеты-то продаются в одном и том же объеме на протяжении уже 50 лет, и вряд ли это когда-то изменится. То есть кинотеатры не исчезнут, авторское кино не умрет, событийное кино, то есть блокбастеры, будут по-прежнему выходить раз в неделю, а теперь уже и по два раза в неделю, и ничто не изменится. Но будет происходить так называемая кастомизация опыта, то есть когда каждый будет получать что-то, что нужно именно ему. И кто-то действительно найдет свое утешение в интерактивной драматургии, кто-то окунется в VR, кто-то просто будет искать очень нишевые истории, которые бьются именно с его собственным жизненным опытом. В этом ему помогут алгоритмы Нетфликса и какие-то фестивальные отборщики и кураторы. Но в целом ничего, в общем-то, глобально не изменится. Ну, разве что будут все чаще появляться актеры вроде Джеймса Дина, которые давно умерли, но мы будем их видеть опять. То есть изменится все, на самом деле? То, что вы перечислили? Нет, срочно время ничего. Срочно время оно останется такое же, как сейчас. Я не думаю, что что-то изменится. Люди ходят в кино по разным причинам, но в основном это все-таки с точки зрения досуга. Это все-таки самый недорогой досуг на данный момент существующий. Поэтому билеты продаются и будут продаваться всегда. Если ты смотришь и читаешь всякую разную иностранную прессу, ты видишь, как, например, люди простраивают свою структуру на 10 лет вперед, как Marvel знает, что он будет снимать в 2029 году. А есть какие-то маленькие такие интересные технические реформы, которые меняют подход к созданию и восприятию кино? Например, вот сейчас уже компьютерные эффекты применяются не на постпродакшене, как это было в первое время, а уже на препродакшене. Поэтому если раньше актер вынужден был общаться с зеленой куклой, а потом выяснялось, что это драконы Дейенерис, и она на них летает, то сейчас уже актеры могут в режиме реального времени взаимодействовать с компьютерными частицами. И, например, недавно в самой колыбели театра в Стратфорде на Эйвоне Королевская Шекспировская Академия ставила бурю, и вот тот момент, в котором Ариэль отчитывается перед просперо, что он потопил корабль, вдруг актер прямо на сцене, его окружили каким-то куполом, я не понимаю, как это было сделано, но он вдруг вырос и превратился в 12-метровую фигуру, и эта фигура еще и меняла свои одежды в зависимости от настроения, гнева, иронии, раздражения. Это был случай, когда прямо уже в театр втруглись эти цифровые технологии. Так что и кино, конечно, тоже это все переживает. Ну вот сейчас пример был очень известный достаточно с фильмом «Ирландец» Мартина Скорцезе, где, собственно, применялись технологии омоложения актеров. И, собственно, мы идем к тому, что все, конечно, будет более отцифровано и развита в сторону именно технология плюс драматургия. Я уверен, что Скорцезе и не в кино тратят пасу денег на омоложение. И, кстати, раз заговорили о Нетфликсе, а у вас предыдущий подкаст был жутким про 1984 и антиутопию, то можно рассказать такую страшилку, что когда создавался сериал Нетфликса «Маньяк», его шоураннер Патрик Сомервилл и режиссер Керри Фукунага жаловались, что их идеи по сюжету раз в две недели относили к какому-то компьютеру, высшему разуму Нетфликса, такому Солярису. И он говорил, знаете, если вот сейчас с персонажем произойдет это, то мы потеряем 30% аудитории. Поэтому они покорно переписывали сценарий так, чтобы удержать максимум зрителей. То есть компьютеры вторгаются в саму драматургию. И когда-то это такой чисто экономический просчет, например, все боялись, да, что сериал «Очень странные дела» никому не будет нужен, потому что в нем дети переживают приключения взрослых. А вот Нетфликс, благодаря своей библиотеке, знал, что все любят Стивена Кинга, все любят Стивена Спилберга, поэтому Нетфликс сделал ставку на этот сериал. Или, например, сериал «Корона». Его сделали просто потому, что у Нетфликса было огромное количество отписок, как говорят на Ютубе, пользователей старше 50. И тогда придумали, нужно сделать собственное аббатство Даутон. Вот, и все это на самом деле говорит даже не только о том, что какие-то драматургические приемы повторяются из 80-х, там, да, как первому игроку приготовиться, но и даже о том, что какие-то визуальные решения, если компьютерные алгоритмы Нетфликса видят, что они востребованы, например, не он, их все чаще будут ставить в кино. Так что мы можем оказаться в плену своих собственных старых предпочтений и из-за этого все меньше видеть чего-то нового. Вот в этом есть такая зловещая антиутопия. Продолжаем. Вы сказали, что с каждым годом количество проданных билетов не меняется. Так это же на самом деле очень плохо для бизнеса. Это означает, что люди ходят в кино все меньше, потому что платеж способного населения становится больше, вообще население становится больше, фильмов тоже становится больше, а количество билетов не меняется. Это значит, что люди выбирают какие-то другие формы досуга. Я уже не говорю о том, что, конечно же, кино не является самой дешевой формой досуга. Самое дешевое – это полежать на диване и посмотреть YouTube, что, собственно, многие выбирают. Или тот же Netflix, который все равно гораздо дешевле, чем кино. И смотрите, вот, например, когда вы сейчас приводили примеры разные, это все примеры с Netflix. А что случится вот с двухчасовыми этими гигантскими фильмами, очень дорогими? Вам кажется, что по-прежнему через 10 лет люди будут прям ходить в кинотеатры? Попкорн есть? Про то, что упало количество билетов, это на самом деле такая спорная статистика, потому что когда в Америке было 140 миллионов населения, взрослый человек ходил в кинотеатры 28 раз в год. Сейчас он ходит 7 раз в год. И это означает, что, с одной стороны, люди стали ходить меньше, а с другой стороны, просто есть одна и та же аудитория, это люди от 12 до 20 лет, которые составляют костяк. И вот они как раз-таки во все декады ходят в одних и тех же объемах и не собираются переставать. И они остаются основной аудиторией мультиплексов. Так что индустрия достаточно стабильна. Что касается двухчасовых фильмов, то у них судьба довольно проста, мне кажется. Если это кино развлекательное, и оно способно быть событийным, и оно способно вписываться в какие-то... То, что вот Таня назвала планированием Марвела, то есть так называемой драматургией хлебных крошек, когда ты идешь от одного фильма к другому, и так проходишь через 20 фильмов, то эти кинопремьеры, конечно же, будут оставаться в кинотеатрах, и они будут собирать очень широкую аудиторию за счет разных приемчиков. И начиная от этой гарантированной драматургии франшизы, и заканчивая максимальной инклюзивностью, то есть вовлечением всех и вся, всех ниш, аудитории и так далее, в свою целевую группу. А что касается авторского кино, то оно тоже останется в кинотеатрах, но для этого ему нужны будут какие-то веские обоснования, то есть, например, фестивальная судьба, какое-то громкое имя режиссера и так далее, а все остальное, конечно, уйдет на стриминге, это неизбежно, да? Констатированный факт того, что отток взрослого населения где-то, наверное, 30+, они сейчас в кино ходят крайне редко, ждут событий какие-то, потому что, например, вот эта сделка, которая была в прошлом году у Фокса и Диснея, она сделана была только для того, чтобы у Диснея появился аватар, потому что аватар уже ждут 10 лет, так вот нас ждет как минимум 4 аватара в течение вот этих 10 лет, которые, собственно, в будущем, потому что как раз единственный человек, который в будущем, который предсказывает какие-то вещи, Джеймс Кэмерон, был фильм Кэтрин Биггл, который называется «Странные дни», про то, как в будущем будет изобретена технология ЦРУ, которая будет визуально воспроизводить чувства, эмоции во время просмотра какого-то видео. Ты сейчас понимаешь, что, в принципе, она предсказала тот самый чувственный интеллект. Это связано с VR как раз напрямую. Сейчас во всех фестивалях есть обязательно секция VR. Кстати, вот Стивен Спилберг, который мастодонт авторского кино, но при этом кино вполне успешного, да, челюсти и так далее, своего Линкольна практически был готов отдать на телевидение, на HBO. Только воля добрых инвесторов позволила ему выйти в прокат. И этот же Спилберг 3 года назад, когда в Каннах показывал большую «Доброго великана», он на пресс-конференции высказал огромную настороженность по поводу VR-технологии, потому что он говорит, что это за драматургия, в которой зрители решают, куда смотреть, а не автор. Это разрушит наш старый добрый кинематограф. Давайте перед тем, как переходить к VR, разберемся, например, с голографией. Вернее, правильно это, по-моему, называть волюметрическим видео. Станислав Лем, «Возвращение со звезд», роман 61-го года. Герой возвращается на Землю после 100-летней экспедиции к звездам. На голове у него была высокая шапка. «Послушайте, я ищу гостиницу. Где здесь?» Они не обращали на меня внимания, как будто меня не было. Меня охватила злость. Уже совершенно молча я вошел в их круг. Ближайший ко мне, я видел его глуповато поблескивающие белки и прыгающие губы, зашепелявил. «Что я должен шапать?» «Ты шам шапой!» Как будто он обращался ко мне. «Что вы строите из себя глухих?» спросил я, и внезапно с того места, где я стоял, точно из меня, из моей груди, вырвался пискливый крик. «Вот я тебе, вот я тебе сейчас!» Я отскочил, и тогда появился обладатель голоса этот толстяк в шляпе. Я хотел схватить его за плечи, пальцы прошли насквозь и замкнулись в воздухе. Я застыл, словно оглушенный, они продолжали болтать. Вдруг мне показалось, что из темноты над автомобилями сверху кто-то смотрит на меня. Я подошел к границе светлого круга и увидел бледные пятна лиц. Там наверху было что-то вроде балкона. Ослепленный светом, я не мог рассмотреть его как следует, но и этого было достаточно, чтобы понять, каким ужасным шутом я выглядел. Я выбежал, будто за мной гнались. Объемное кино. Помните, сколько было шума как раз, кстати, в связи с «Аватаром», по-моему. «Аватар» был первым 3D-фильмом, который как бы должен был пробить вот этот вот барьер недоверия к тверхмерному кино. Где это все? Это оказалось ненужным? Это во многом оказалось действительно приемом, приемом коммерческим, но это скорее вина, знаете, авторов, потому что вот когда появляется Джеймс Кэмерон в 2009 году, он показывает, что можно сделать из 3D. Но потом в 2010 году выходит щелкунчик Кончаловского с эльфанинг, и ты понимаешь, что это 3D такая штука, из-за которой ты туда ребенка не поведешь. Конечно, 3D, оно еще будет так или иначе себя проявлять в каких-то формах, и, например, недавно я тестировал очки Sony, которые вот людям, которые как Аня отбирают фильмы для фестиваля, мне кажется, вообще скоро будут нужны постоянно на лбу, потому что это такие очки, которые ты надеваешь и смотришь либо на смартфоне, либо на маленьком ноутбуке какой-то фильм, просмотровку, и вдруг ты оказываешься в абсолютно полном зале, где не хватает разве что ходящих голов на фоне экрана и хруста попкорна, и любое, даже самое такое простое видео превращается в огромный кинематографический опыт. Так что 3D будет служить домашнему просмотру. То есть смысл опыта в том, чтобы почувствовать себя в кинотеатре, а не в том, что... Да, да, чтобы избавиться от всех помех, потому что домашнее смотрение это, конечно, другая культура потребления информации, и вот, например, режиссер Пончхун Хо, который в этом году выиграл с паразитами в Каннах, а два года назад ездил туда с фильмом для Нетфликса, признавался, что он столько разных операторских решений, например, упростил ради того, чтобы его фильм окча смотрелся на любом смартфоне, что обратно он уже на Нетфликс не хочет. И вот такие вот очки это способ компенсировать этот домашний дискомфорт. После того, как вышел «Аватар», всем просто показалось, что они смогут повторить успех. Появились такие фильмы, как «Джон Картер», например, они тоже все были сняты в 3D, и на них были потрачены огромные бюджеты, но они провалились, не окупились. Зритель готов был смотреть что-то в 3D, что является опытом, а что не является опытом, а просто обычные истории он не готов смотреть. Да, 3D должно быть способом путешествия, отстранения, скопизма. Все это умеет делать Кэмерон, но когда тебе дают обычные фильмы, просто в нем пули вдруг в нем у тебя пролетают, это уже несерьезно. Это можно с помощью звука гораздо круче сделать, как показывает опыт Кристофера Ноана в любом фильме. У меня-то есть другая теория на этот счет. Мне кажется, что просто любая технология, которая требует сложных технических средств, даже специальных очков, она не готова к широкому потреблению. Вот когда у тебя действительно будет все разыгрываться в настоящем 3D перед тобой, тогда это будет, наверное, повсеместно. Пока для этого нужно применять специальные технические средства, нет, но это мое мнение. У меня есть знакомый, это же Лос-Анджелес, он очень долгое время работал с технологиями. Сейчас вот очень популярны будут такие фестивали технологические, чисто для того, чтобы просто приучить обычных людей к каким-то видам будущих использований технологий на практике. Он показывал интересную очень вещь, что они воссоздали, там нашли юношу, похожего на Дэвида Боуэй, воссоздали какие-то клипы с Дэвидом Боуэй. И, в принципе, это пользуется большой популярностью, потому что это какой-то новый опыт для людей, потому что все сейчас заперты в городах, и достаточно, даже если ты смотришь что-то дома, ты сам собой, это вот это вот индивидуальное потребление контента, оно в чем проблема, в том, что там нет коллективного бессознательного опыта, который, собственно, дарило всем кино. Поэтому вот за ним как раз будут люди идти. Этот подкаст мы записали вместе с брендом воды SmartWater. Она для тех, кто смотрит в будущее, меняет мир уже сегодня. Я много видел уже, как подростки просто, например, залипают вот в IGTV, да, в Инстаграме ты просто включаешь вот эту вот кнопочку с телевизором, и тебе показывают просто огромное количество разных клипов. И они все совершенно разные, и все, по сути, совершенно бессмысленные, но при этом это настолько почему-то притягательно, что это понемножку и вытесняет кино. Когда я в последнее время пытаюсь посмотреть какой-то фильм, у меня много дел, мало времени. У меня даже хороший фильм может растянуться на три дня легко. Я только сейчас дошел до, например, баллады о Бастерис Крагсе, и он очень удобно, например, поделен на новеллы, и мне кажется, как раз это и есть будущее большого кино. Его можно будет легко разделить на несколько относительно коротких частей, чтобы люди его могли посмотреть постепенно, не прерывая на середине кадра. Но это возможно только с домашним просмотром. Кинотеатрально не разделишь. Но действительно есть такая тенденция, что кино подстраивается по то медиа, в котором оно потребляется, и, например, есть сериалы для Фейсбука, у которых хронометраж примерно всегда привязан к средней сессии пользователя Фейсбука. То есть, например, у них есть сериал «Сори Фейлос» с Элиз Бетолсом, «Соболезнен в вашей утрате», совершенно замечательный. И когда ты его смотришь, у тебя есть ощущение, что ты просто пролистал ленту своих друзей. То есть там будут самые разные проблемы, которые наверняка есть у твоих друзей в каждой серии. Все герои будут примерно соответствовать демографии твоих друзей и так далее, и так далее. Вот. А или, например, есть сериалы на Тиндере, сериалы на Снэпчате. Это все действительно приводит к тому, чтобы удерживать зрителей именно внутри медиа, но при этом не нарушать саму драматургию этого медиа. Вот и Инстаграм, и Эджи Ти Ви это прям идеальный пример, да. Но, кстати, есть и обратный пример, когда не все дробится и сокращается, а появляются авторы, которые пользуются возможностями стримингов. Например, Николас Виндинг-Рефон, который снял 13-часовой фильм, на всякий случай разделил его поровну на несколько серий и сделал вид, что этот сериал слишком стар, чтобы умереть молодым. Или, например, Дэвид Финчер, который сделал два сезона для Нетфликса Охотников за разумом, и первый был прямо вот авторским потоком сознания, а во второй все-таки вмешались продюсеры, и там появилась та драматургия, которую он хотел разрушить. Он в интервью как-то говорил, я устал от трехактной драмы другие, я хочу делать иначе. Но вот, видимо, нам после первого сезона сказали продюсеры, давай попробуем все-таки по старинке, и получился захватывающий второй сезон. Ну, сейчас ведь вот эта вот культура бинч-вотчинга, я не знаю, по-русски есть какой-то аналог для этого, где целиком смотришь сериал за выходные? Запойное смотрение. Мы в России называем это так, да. Вот. Это сейчас ведь культура сильна как никогда, то есть собирается несколько подростков и тратит субботу на то, чтобы посмотреть целиком сезон Strange Things, например. И можно, в принципе, сказать, что Strange Things и не только подростков. Но, кстати, воз же недавно возраст подростков понял до сорока лет или до скольки, так что да. Но вот, пожалуйста, это же можно рассматривать просто как очень длинный фильм. Да, так и есть, и важно, что еще и начинается программирование таких премьер под какие-то конкретные даты, то есть, например, очень странные дела каждый год выходят под определенный американский праздник, это был Хэллоуин, это был День Независимости, сейчас «Ведьмак» выйдет 20-го числа перед рождественскими каникулами, и он еще и ударит по HBO по темным началам, которые должны в это время кульминацию сезона получить. Так что да, нас прямо программируют смотреть все подряд в определенный день и обязательно рассказывать об этом в своих соцсетях. Так, давайте прыгнем дальше действительно к интерактивному кино Нил Стивенсон «Алмазный век», 95-й год. Миранда просидела в павильоне лишние полтора часа, играла в довольно популярную японца в самурайской рактивке «Платиновую блондинку», дочь миссионера, похищенную из Нагасаки Ронином. Роль совершенно дебильная, вопи себе погромче и жди, пока тебя спасет хороший самурай. Жалко, она не говорит по-японски и не знакома с их театром. Говорят, они делают страшно интересные и революционные вещи с камараку, пустым экраном или пустым действием. Восемь лет назад она бы слетала она читала строки суфлера, вопила и повизгивала в нужных местах. Потом получила свои деньги вместе с солидными чаевыми и непременной записочкой от клиента менеджера среднего звена из Осаки. Он жаждал познакомиться с ней поближе. Вот, по-моему, совершенно замечательная концепция. Гибрид кино, театра и компьютерной игры. Ты надеваешь шлем виртуальной реальности и погружаешься в придуманный мир, где действие развивается по заранее написанному сценарию, но с определенной степенью свободы. Причем, если ты можешь себе это позволить, то других персонажей будут играть настоящие живые актеры, которые будут сидеть в своих кабинках, может быть, в другой части света. Но главное, что сюжет строится вокруг тебя. Ты полноценный, полноправный герой. Что вы думаете на этот счет? Есть ограничения. Например, почему в этом году очень многие расстроились по поводу финала «Игры престолов», мне кажется. Потому что на протяжении многих лет мы чувствовали себя соавторами, мы строили теории, гипотезы, мы вели эти вики «Гейм оф Тронс». А потом мы узнали, что все-таки у всей этой истории был один хозяин. И вот он распорядился по-своему. И это вызвало нас в протест. Потому что все-таки все хорошие истории, у них есть рассказчик, который знает, как подвести нас к финалу. И одна из проблем интерактивной драматургии заключается в том, что очень часто интерактивные сериалы или фильмы, они не соблюдают собственную конституцию. То есть вот у тех, кто рассказывает истории, у них есть такие правила, которые напоминают построение государства. То есть сначала мы описываем так называемую арену, это мир, где все происходит. И там есть четкие правила. А дальше мы начинаем уже в соответствии с этими правилами водить за нос зрителя. Но зритель в конце концов должен чувствовать, что все было логично. То есть, например, когда в «Шерокий Холмсе» тебе не объясняют, почему он упал с крыши, многие возмущаются. Когда в сериале «Остаться в живых» после шести лет невероятного построения теории выясняется, что, возможно, они все умерли, а эта собака увидела это в последний момент и решила передать для потомков, то зрители тоже возмущаются. Вот, например, в знаменитом, наверное, самом на сегодня интерактивном фильме «Бранда Шмыги» на Netflix, там было ощущение, что ты просто выбираешь между двумя видами хлопьев для завтрака. И это раздражало. Но, с другой стороны, бывают истории, в которых ты действительно гораздо сильнее испытываешь эмпатию и сострадание к героям, потому что тебя заставляют брать ответственность за их судьбу. И вот один из таких примеров это не фильм, не сериал, а компьютерная игра по мотивам «Игры престолов». Она называется «Tell Tale Games – Game of Thrones». «A Game». И в ней ты должен влезть в шкуру Старков. То есть придуман вымышленный дом, который тоже живет на севере, у него тоже конфликт с соседями, и там, что бы ты ни делал, ты всегда будешь страдать. И поскольку ты в компьютерных играх привык быть рыцарем, который всех побеждает, то ты сталкиваешься с такой логикой, в которой красивые благородные поступки ведут к бедам. И, например, местный Рамси Болтон подходит к тебе и говорит «Поцелуй мою руку». И ты такой «Но я же рыцарь, я не буду ее целовать, я не буду вставать на колено». И ты ему хамишь. Он тут же берет и убивает твою сестру. И ты вдруг понимаешь, что быть Старком очень тяжело. И когда хорошие драматурги действительно выстраивают эти линии поведения и разрушают наши шаблоны восприятия фильмов или игр, получается здорово. Но когда делают бренды шмыга, получается не очень. И хорошая новость заключается в том, что вот это... Точнее, сначала есть плохая новость, а потом хорошая. Плохая новость. Компания Telltale Games, которая делала интерактивные компьютерные игры-сериалы по мотивам новость заключается в том, что все кадры оттуда перешли на Netflix и будут прокачивать вот этот интерактивный департамент. Здорово. Я, что она обанкротилась, я знал, конечно, что их всех забрал Netflix. Нет. Интересно. Мне кажется, что у больших производителей контента новых, у Netflix, у Amazon, у Apple есть две проблемы. Во-первых, они стараются делать очень ровный контент. То есть они скорее выпустят 10 ровных сериалов, чем два по-настоящему выдающихся фильма. А во-вторых, все, что они делают, рассчитано на маленькие экранчики. То есть кино теряет свою былинность. Не будет больше Лоуренса Аравийского никогда. Нет, мне кажется, что все-таки это не так. Вообще этот год показал такую интересную вещь, что те люди, которые идут на риски в больших студиях, они выигрывают и получают большие бокс-офисы. Они те люди, которые пытаются предсказать что-то для того, чтобы заработать. Потому что вот осень, она была не только для нашего кинематографа провальная в плане денег, а вообще, в принципе, это было глобально, потому что провалилось очень много франшиз, на которые было поставлено практически все, и люди думали, ну вот, они вот сработают сто процентов. И также в авторском кино было несколько картин, которые тоже провалились по той же причине, что люди думают, ну это же известная книжка, мы сейчас экранизируем, и все Оскары будут наши. И тут возникают какие-то вещи, которые никто не ожидал, и вдруг это как-то сработало, например, с фильмом «Джокер». И все поняли, что на самом деле те люди, которые идут на риск и слушают автора, прежде всего, они слушают себя. В этом и есть, кстати, удивительная особенность Netflix, потому что Netflix, особенно сейчас, то, что у него там как бы лежит в его библиотеке, они сейчас ставят на авторов, потому что там лежит Скорцезе, и там лежит Бумбах, и там лежит Куарон. И они будут делать эти фильмы, потому что это единственный шанс на самом деле иметь какой-то резонанс в обществе. Ну и еще в защиту Netflix, какое огромное количество все-таки там драматургических экспериментов, например, «Любовь и смерть роботы». Огромный альманах, придуманный Дэвидом Финчером, где смешаны 17 разных анимационных жанров, и ты в одном альманахе можешь увидеть историю про советских разведчиков, которые борются с какой-то нечистью где-то в тайге, и про секс с роботом из будущего. Вот, или, например, ну вот «Брачная история», самый, по-моему, пронзительный фильм этого года, или вот «Ирландец», да, который может быть типа в каком-то смысле оказался провальным, да, с точки зрения там, это как в «Брате», да, только не «Борзейт Татарин» вперед много взял, а «Борзейт Ирландец» вперед много взял. Все его хвалили, а он ни о чем оказался. Ну, это моя точка зрения. В целом, он мне нравится, но как-то я большего ждал. Ну, или, например, вот «Немыслимая», «Unbelievable», это же просто, знаете, восьмичасовая докудрама о том, как несколько девушек пытаются доказать, что их действительно изнасиловали. Кто это еще бы пять лет назад смотрел даже на HBO? Никто. Это бы прошло с каким-то минимальным резонансом и, может быть, где-нибудь что-нибудь выиграло. Ну, и самое главное в «Нетфликсе», что поскольку любой сервис пытается все-таки выстроить отношения со зрителями на 10-20 лет вперед, то «Нетфликс» вкладывает огромные усилия в создание этики поколения. То есть, например, если посмотреть «Sex Education» по воспитанию, на мой взгляд, главный сериал этого года, или «Конец гребаного мира», то это же история о том, как подростки унаследовали мир от нас, поняли, что мир, в общем-то, испорченный погряз во всевозможных грехах, и они пытаются заново выработать язык о том, как в этом мире жить. То есть, вот такой этики отношения между мальчиками и девочками, мальчиками и мальчиками, девочками и девочками, детьми и родителями, учителями и учениками, как в «Sex Education» ты в своей собственной жизни никогда не встретишь. Мы это все делали по наитию, а там просто берут и договариваются, как нужно жить. Это потрясающее ответственное и нравственное кино. И все это «Нетфликс» делает, потому что хочет иметь клиентов, которые будут платить за него на протяжении всей своей жизни. Подкаст «Так и будет» мы записываем вместе с брендом воды «Смартвотер». Наши партнеры уверены, будущее за теми, кто мыслит широко и не боится создавать новое. А если фантазировать и представить, например, какой-то средний фильм, который мы с вами увидим через 20 лет. Ну, представьте, что мы с вами туда перенеслись и отправились в кино, если оно все еще сохранилось. Как вы думаете, что мы там увидим? Одна из двух историй это будет либо событийное авторское кино, то есть сделанное какими-то выдающимися людьми, с какой-то выдающейся темой, порекомендованной вам сначала кураторами фестивалей, потом журналистами, которые были на фестивалях, а потом заботливыми рекламщиками и промоутерами вроде Ани. И, скорее всего, это будет история ровно о том же, что и сейчас, просто сделана другими выразительными средствами. Возможно, вы в ней увидите актера, который умер 100 лет назад. Возможно, в нем вы столкнетесь с некой кастомизацией опыта, когда, вот как в брачной истории Ноа Бамбаха, они играют в монополию в Америке, да, а в русских субтитрах они борются за станцию Ногатинска, вот, и вполне царится, если не ошибаюсь. Вот этот опыт, он будет, особенно в домашнем смотрении, максимально кастомизированным. То есть ты будешь видеть истории под себя. Возможно, что какой-то актер второго плана будут в фильме соответствовать той области, в которой ты живешь, да, это будет делаться на компьютере. Важная еще особенность, она, куда идет кино, она заключается в том, что большие истории в борьбе за аудиторию работают сегодня гораздо меньше, чем очень нишевые истории. То есть смотрите, например, и HBO и Netflix практически достигли насыщения на североамериканском рынке. То есть HBO владеет 70% рынка домашнего кабельного телевидения, а Netflix владеет 70% также процентами рынка домохозяйств с высокоскоростным Wi-Fi. Как-то сильно вырасти сложно, единственный шанс вырасти это делать нишевые истории. В свое время канал Stars очень здорово поднялся за счет того, что придумал драматургию для среднего класса афроамериканцев. Власть в большом городе, раскаяние выжившего и так далее. И все к этому сейчас стремятся и часто это приводит к появлению каких-то новых киноязыков. Например, на канале Sundance TV есть сериал по названию This Close и его сделали глухонимые шоураннеры для глухонимой аудитории. Это совершенно другая тактильность изображения вообще драматургии. Вот такие будут вещи. То есть все будет предельно нишевым, а все инвестиции в блокбастеры будут еще более рискованными. Возможно, мы начнем уважать блокбастеры даже больше, чем авторское кино, потому что вот где риск, вот где игра и вот где стратегия. Мне кажется, прямое следствие из этого это очень маленькие кинотеатры. Нет, я думаю, что, скорее всего, останется какая-то ниша кинотеатров, которая будет похожа на киноклубы и останутся мультиплексы, потому что туда подростки ходят. И те дети, которые сейчас вырастут, которые только родились, они будут туда тоже ходить, потому что даже в Stranger Things сколько раз этот Старкорт переходит уже из фильма в фильм. И ты понимаешь, что это не изменится никогда. Абсолютно дополненная реальность. Возможно, будет какая-то инфраструктурная перемена, потому что главное, что произошло с кинотеатральным прокатом за последние 40 лет, это то, что кинотеатры перестали быть самостоятельной точкой притяжения и стали одним из элементов инфраструктуры торговых центров. Это произошло как раз в 80-е, поэтому и Старкорт играет главную роль в третьем сезоне «Очень странных дел». Последний кусочек. Генри Катнер и Кэтрин Мур. День не в счет. Рассказ 53-го года. В Нью-Йорке шумно всегда, но Междугодье самый шумный день. Никто не работает, все бросаются в погоню за развлечениями и если кто когда-нибудь и тратит деньги, так в этот день рекламы безумствуют, мечутся, сотрясают воздух. Два раза по дороге я пересекал участки, на которых особые микрофоны гасили противоположные волны и наступала тишина. Раза два шум на пять минут сменялся безмолвием, машина летела вперед, как во сне, и в начале каждой минуты ласкающий голос напоминал «Это тишина, плод заботы о вас со стороны компании «Райские кущи», говорит Фредди Лестер. Не знаю, существует ли Фредди Лестер на самом деле. Быть может и нет, ясно одно, природе не под силу создать такое совершенство. Сейчас многие мужчины перекрашиваются в блондинов и выкладывают на лбу завитки, как у Фредди. Огромная проекция его лица скользит в круге света вверх и вниз по стенам зданий, поворачивается во все стороны и женщины протягивают руки, чтобы коснуться ее, словно это лицо живого человека. «Завтрак с Фредди», «Гипнопедия», «Учитесь во сне», «Курс читает Фредди», «Покупайте акции райских кущ». М-да. Культ кинозвезд. С кинозвездами что-нибудь случится? Они вообще останутся через 20 лет? Или их будет так много, что это не будет иметь значения? Вообще, способность, так называемая star power, то есть способность звезды продавать билеты, она сейчас уже сводится к прецедентам вроде Тома Круза, который может сделать крепкий боевик на 300 миллионов или 400 миллионов долларов, Адама Сэндлера и Дженнифера Энистон, которых любят смотреть дома, и поэтому они снимаются в дурацких, но таких обаятельных комедиях. Есть особенность, что мы возвращаемся к студийной системе, это история из 40-х, 50-х, когда каждый актер был привязан к одной и той же студии, которая определяла его репертуар, образ и продвижение. Сейчас такая проблема может возникнуть заново, во-первых, потому что если реанимация старых актеров вроде Джеймса Дина будет вопросом авторских прав, то авторские права будут находиться в руках, как правило, например, с литературой есть такое понятие как паблик домейн, это когда 50 лет могут экранизировать только те, кто первыми экранизировали, но потом все-таки уже кто угодно может снимать. Поэтому, кстати, Дисней возвращается к своим старым интеллектуальным собственностям раз в 25 лет ради продления вот этого права первой ночи на белоснежку и так далее. Так что, возможно, актеры действительно снова окажутся внутри студийной системы, и это как-то будет влиять на их репертуар, но, с другой стороны, так много актеров, что как-нибудь справимся. Ну вот виртуальные музыканты, давно умершие, уже вовсю выступают, ездят с концертами, оркестрами, мы как раз это обсуждали недавно, в подкасте про музыку. Как вы считаете, возможно ли это с актерами? Мне кажется, что всем хочется увидеть новый фильм Содери Хэбберн, просто пока что кажется, что это как-то странно. Это совершенно точно возможно, потому что вот почему мы сегодня трижды уже упомянули Джеймса Дина, потому что скоро выйдет фильм с Джеймсом Дином, трагически погибшим молодым актером. В каком году он умер? Нет, он умер в 55-м году. Вот, а он вернется. Марлона Брандо доделывали для Супермена, если не ошибаюсь. Так что да, актеры будут возвращаться. Вопрос в том, как это воспримет публика и как это воспримут их живые коллеги. Ну а как это воспримет публика, как вы думаете? Я думаю, что, во-первых, молодой зритель часто будет не понимать, что Джеймса Дина давно нет в живых, и это будет вызывать недоумение, когда он будет узнавать. Для зрителей, у которых есть культ, вот как у вас есть любовь к Одриху Эберн, возможно, это будут какие-то разовые акции. Но я не думаю, что прямо вот так вот это целесообразно просто-напросто экономически делать аватара, потому что есть огромное количество современных звезд, и все-таки пока еще... Вот помните фильм Симона Сальпачино, где была виртуальная актриса, которая играла живая актриса? Да-да. Даже уже по этому аватару было видно, что живая актриса может гораздо больше. Знаете, какая эксплуатация прошлого, возможно? Есть такой чувак в Массачусетском институте технологии, которого зовут Тайбар, и он сказал, говорит, я готов съесть шляпу, съесть распределительную шляпу, что в ближайшем будущем появится какая-то новая версия Гарри Поттера, но в этой версии ты сможешь иногда делать остановки и там пройтись по залу, где они ночевали, то есть такой VR. Или, например, будет Касабланка, в которой ты можешь прогуляться по кафе в ожидании того, когда туда зайдут герои, когда Сэм начнет играть. То есть вот такая дополненная реальность к старым фильмам, она возможна. А вот какой-то действительно массовый сеанс сначала нужно проверить гипотезу, и вот выбрали самую беззащитную и культовую звезду Джеймса Дина. Назовите, пожалуйста, три вещи, которых лично вы ждете от будущего. Ух, возможность какого-то взаимодействия с родственниками, которых нет давно, возможность учиться во сне, потому что во сне же время нелинейное, и было бы здорово лечь, а потом как Нео проснуться и сказать, я знаю кунг-фу. Ну, а третье, не знаю, счастье для всех и даром. Хочется, чтобы просто все эти технологии не убивали человеческие особенности. Телефоны и вообще все это немножко разобщает людей. То есть вы хотите, чтобы в будущем для вас изобрели неубиватор человеческого общения? Да. На самом деле люди обычно требуют телепортацию и кнопку удовольствия, да, это чаще всего нас просят. Она у нас есть уже, это Netflix. На сегодня все. Это подкаст так и будет. Я Данил Дугаев. Подписывайтесь на нас, ставьте нам лайки и звездочки, рассказывайте о нас друзьям и обязательно пишите нам письма по адресу podcastsobaka.meduza.io. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok